Премьера в Смоленском Камерном, пять актеров на сцене, шутки, откровения и даже стриптиз. Премьерная история рассказывает о корпоративе. Подробности в сюжете Екатерины Левицкой. Так проходили последние репетиции перед премьерой. Игорь Голубев, заслуженный артист Российской Федерации, актер Смоленского драматического в Камерном в качестве приглашенного режиссера. Для постановки была выбрана одна из известных российских театральных комедий Алексея Щеглова – корпоратив. Вот первый раз с разворотом, когда вы делаете, друг друга закрываете. Ну видно, видно, вы же продадите раньше времени. По сюжету четверо мужчин офисных сотрудников турагентства готовятся к важнейшему событию в жизни фирмы – корпоративному вечеру перед 8 марта – поздравлению женщин. Они покупают продукты, шутят, беседуют, пьют, говорят о женщинах. Представь, что все женщины алкогольные напитки. Раньше в своей жизни было все как в гостинице. All inclusive. Все включено. На сцене четверо мужчин-актеров. Олег Марковкин играет сложную возрастную роль бухгалтера. Денис Овчинников в этот раз выступает в роли начальника, связанного романтическими отношениями с некой Лерочкой. Павел Пьянков играет чудаковатого интеллигента-неудачника. И Никита Куманьков в роли романтичного, уверенного в себе ироничного, подкалывающего других, играющего на гитаре, любимца женщин. Балагур заводила. Не пускающий себе в душу, так сказать, такой весь. Пытается показать, что он легко к любым вещам относится в своей жизни. Есть здесь только одна женская роль в исполнении Алены Шопот. Роль шикарная. Просто шикарная. Я бы, может быть, там подумала отказаться все-таки уборщицу, тетя Шура. Но когда прочитала, мне очень понравилось. Все начинается весело, но, как это часто бывает, смех сменяют откровенные и серьезные разговоры. Мы определили этот жанр как комедия о мужском покаянии. Потому что, мне кажется, что, опять же, это пьеса обо всем. Каждого в жизни волнует женатого, неженатого человека, его взаотношения с второй его половинкой, с любимой, с женой, с матерью своих детей. У каждого человека оказывается свой скелет в шкафу, своя боль и свои переживания. Жена вернулась, спрашивает, что с ним? Я говорю, да ничего, просил передать. Что-то держится на работе и ушел. Сделал машину, педаль, полную. Кто же взял? У всех пятерых на сцене, у четырех актеров и одной актрисы свой главный монолог. Но корпоратив – это увлекательная комедия. Зрители дают возможность в очередной раз поразмыслить, о чем мечтают мужчины и чего хотят женщины. Билеты на январские показы корпоратива все проданы. Екатерина Левиц, Артем Медов, Вести Смоленск. В завершении выпуска информация о погоде. По сообщению Смоленского гидрометеоцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная погода. Осадки в виде мокрого снега и снега с дождем. Местами гололед на отдельных участках дорог Гололедица. Ветер юго-западный, западный – 7-12 метров в секунду. Порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – минус 3, плюс 2, днем – минус 1, плюс 4. В Смоленске временами осадки в виде мокрого снега и снега с дождем. Температура ночью – нор минус 2, днем – плюс 1, 3. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба будет падать. Заказать окна по индивидуальным размерам на сайте Аксон легко. Выбираем тип и размер окна, профиль, стеклопакет. Нажимаем «Рассчитать» и «Заказать», потому что цена вам понравится. 5 дней и окно у вас. Аксон удобно, а главное – выгодно. Если вам стало известно о каком-либо событии или происшествии, звоните к нам в редакцию по телефону 68 48 08. Все основные новости Смоленского региона вы сможете узнать на нашем сайте. gtrk.smolensk.ru Всего вам доброго и до встречи. Узнайте о событиях первых дней Нового года в выпусках программы «Вести Смоленск». Наша команда с первых часов ядваря будет следить за новостями и расскажет о них вам. Смотрите «Вести Смоленск» со 2 по 8 января на телеканале «Россия-1» в привычное для вас время. 11.20 и 20.45. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...